здравствуйте приветствовался канале май спорт хит сегодня на обзоре легендарная модель ну может короче не легендарная но очень классная модель этой модели еще ни разу не было на обзорах получилось каким-то чудом ее тут получить привести под заказ и так далее короче неважно вот эта модель сегодня на обзоре называется она гвест винтер gtx с гортексом как я вам говорил что такое гортекс вот так вот она выглядит такие ботиночки такого цвета но и маленько о том что я их сравню вот еще взял такие ботиночки это соломон x ультра тоже винтер тоже как бы это мид только на есть винтер просто которая высокая а это мид то есть более укорочена версия на нее есть обзор ссылку оставлю в описании либо ищите на канале короче но сейчас пока не на сравнение а просто ботинка следующий год она изменится маленько будет другая то есть час у людей остатки в магазинах меня часто в ютюбе спрашивают ну посоветуйте в том или в том магазине там нормально или ненормально я сейчас в блогах стал говорить где купить так что после того как ну короче где-то видео скажу где купить примерно сколько стоит вообще цена у них идет по прайсу то есть 13 990 вот но хочу самое главное сказать просто много спрашивала меня когда я выпустил блок на модель b52 ну ее сейчас нет ее тяжело где-то вообще достать нам каким-то чудом там тогда мы достали только женскую но она от мужской ничем не отличается в принципе да вот достали женскую b52 легендарная модель можете тоже по ссылочкам пройти ниже посмотреть вот вот эту когда выпустили получается три года назад примерно да и и выпустили как нам сказал ну поставщик а мир спорт то есть но вообще как говорит сам кто привозит в россию то есть вот они сказали что эта модель выпущена в замену b52 вот эту ну глядя на нее если вот просто как модель да если в замену b52 это маленько потому что b52 много носили и много могут накидать и отзывов и всего по ней и сказать ну чем она в принципе отличается во первых отличие от b52 я сейчас сверху фотографию поставлю посмотрите какая разница отличие от b52 это высота ботинка b52 было выше ну не настолько как я показал примерно вот так вот то есть b52 были выше это 1 и 2 b52 были утепленные 400 грамм тинсулейта тинсулейта там и так далее вот короче в них было 400 грамм на метр не в ботинках а на метр 400 грамм утеплителя то есть они были очень теплые ботинки вот в этих совсем другая система утепления меня тут я наверное выпущу видео вообще отдельная по мембране она есть конечно но в другом формате видео то есть за хейте у всех кто меня хейтит по этим мембранам типа ноги у нас преют да в мембране клима шут ногам капец так вы хоть одно видео вообще посмотрите которое я рассказываю что я говорю не пишите мне всякую эту хрень по мембране которую вы считаете что это вот я написал у меня ноги в мембране так я вам всем говорю по 100 я не знаю постоянно в каждом видео для всех мембрана работает по разному и все ботинки зимние с утеплителем на мембране они предназначены для ходьбы зимой только на улице в них не предназначено находиться в помещениях я не знаю как еще объяснить это то есть вы заходите вот допустим в этих ботинках теплых в помещение и потом пишите да у меня ноги спрели до коней должны были спреть вам там стоит мембрана которая не отводит столько влаги я вам больше скажу поедите в магазин в обычных икс ультра с гортексом магазине будет плюс 25 у меня тоже в любых моделях с гортексом если я не утепленных захожу в магазин у меня ноги точно также минут через 20 приют хотя сразу как бы мембрана должна впитывать пар кто-то там жал что типа о какой мембрана пар с ноги впитывает зайдите на мембрану гортекс почитайте что это такое и как она впитывает пар из чего она там состоит я это на канале вообще рассказывать не хочу то есть бесполезно просто пишут и пишут у меня ноги приют мембране у меня ноги спрели я сел в машину проехал 20 минут ноги в мембране в этой спрели где же мембрана хваленая соломон с какого спрашивается хрена она мембрана соломон или там мембрана гортекс адидас мембрана гортекс майки мембрана это она фиг знает только где это мембрана гортекс не стоит часа то международная мембрана и оставят любые ботинки из которой глядь эту мембрану купят и поставят вот про чё хотел сказать мембрана есть она хорошо какую-то влагу она отведет при движении при минус вот допустим в этих ботинках будете в них ходить минус 20 находиться на улице у вас ноги будут сухими вот это я доступно сказал нет то есть не в плюс ой не в плюс не в ноль не в минус 10 а в минус 20 будете находиться у вас ноги будут комфортно себя чувствовать и вы должны выйти в них сразу на улицу как и во многих других зимних ботинках кто чё не говорил они там дышу дышу хрена не там дышу в помещении где плюс 25 короче не дышите ладно дальше поехали это больная тема по моему буду говорить всегда бесполезно короче разберем эти ботиночки не знаю вот тут вот так стоит вот тут еще бирка осталось приблизимся когда тоже покажу пишут минус 6 комфорт минус 12 типа предел и экстрим минус 25 то есть в минус 25 вы в них можете отморозить ноги на хрен я вам так скажу вот минус 10 если вы пойдете в лес да если вы в минус 10 будете целый день на улице где-то там маршрутку из маршрутки да там я не знаю доехать до работы но там их переодеть то в минус 10 тоже да если вы в минус 10 одеваете их в машину и находите с целый день машина куда-то вовсе нет это будет жарко либо для тех кого прям мерзнет нога либо для тех есть люди у кого нога я не приедет всегда сухие для вас будет супер комфортно и нормально о ладно в этом проехали то есть вот такой вот режим пишется это раз во первых модель гвест выполнено все в ней на я не знаю высшим уровне то есть за 14000 в этом году я считаю что цена оправдывает все то есть за 14000 можно что-то поискать в норфейсе там коламбии но это все равно не будет такого же уровня ботинки как вот эти за 14000 14000 здесь цена оправдана сейчас можно взять со скидками скажу где какие есть места взять со скидками это вот во первых вверх частично частично все основные детали которые будут тереться вот это вот вот этот бок это выполнено из кожи вот это все обрезина в этой модели даже вот реально не торчит клей ближе придвинемся увидите клей не торчит сбоку она не такая допустим высокая в машине в ней будет тоже более-менее комфортно сверху она отделана близкой то есть ну таким мехом но это не мех который греет это мех просто чтобы у вас нога не терлась плюс у нее идут вот здесь крепление фиксаторы переход стопы фиксируется вот этими креплениями классные шнурки мембрана здесь идет гортекс инсулейшн по моему потому что здесь конкретно вот утеплителя прям как такового нет здесь мембрана сама гортекс утепленная потому что тоже кто-то мне писал вот и там какой-то несешь типа мембрана вы зайдите говорю на гортекс и почитайте что их достаточно много видов они есть разные там гортекс performance вот и гортекс инсулейшн с утеплением то есть их там я не знаю очень много этих мембран гортекс и в разные ботинки а мне кстати писали под видео это кто писал под видео где я сказал что там зимняя мембрана но я маленько пусть не так выразился чтоб зимняя мембрана но вы поняли то есть есть мембрана которую специально то есть вот как здесь инсулейшн у нас утеплителем есть более термо такие мембраны которые мороза устойчивые в то же в гортексе вот хотите прага 1975 вот зайдите почитайте выберите для себя какая мембрана гортекс вас устраивает и ищите в боксеньке в которых есть эта мембрана гортек с именота с названием потому что не просто гортекс а под название под ней которая вас устроит только потом не думайте что вы перечислите вам и для тепла вам и в морозносить вам чтоб она там определенное количество влаги относить там ценник то есть в эти ботинки если поставили какой супер там может быть они уже не 14 стоили бы а все 25 принципе мы так-то идем в следующем году цены плюс 20 примерно ну так вот и зайдите почитайте и не пишите вот это вот офигею короче я даже на эти комментарии оставляя без внимания ничего не отвечает смысла в таких комментах нет которые пишут мне в этом плане учат меня что там где какая хотите по техническим данным залезайте на сайт и фигачки выбирайте эти ботинки я даю сто процентов все равно их не купите будете просто посмотрели убедились о да там есть и все вот здесь все четко с мембраной все четко с внешним видом офигенная подошва причем здесь непростая здесь идет 4d шасси то есть она идет подметка контрагриб проставка сама подошва она по всей плотности идет ну мягкая достаточно вот еще внутри пятка идет внутри пятка еще там проставка и здесь также проставка но если зайти к официалам и посмотреть да еще хочу сказать не пишите мне под видео ссылки на другие магазины то есть ссылки пишите как называется но и ссылку не вставляйте пожалуйста вот ради бога можете писать где вы там купили только ссылки не вставлять это раз то есть официалов вот я вам информации сколько говорю потом мере потом говорю на какую ногу на какие там по длине на какую ногу по ширине на какую ногу я все это говорю чтобы вы подошли к покупке и где-то что-то приобрели это раз официалов если вы зайдете и посмотрите что про них написано вот cookies там написано то есть вы прочитаете вот обзор который будет состоять из минуты ботинки с кожаным верхом 4d шасси даже не написано при какой температуре носить мембрана гортекс утеплителем все до свидания идите вы чем поняли нет ну вот тогда слушаем дальше короче сейчас посмотрим чё на производство яму тут производство вьетнам это девятнадцатый год выпуска то есть им уже год я говорю что двадцатый год были остатки частично что-то новое и 21 год она поменяется и вообще неизвестно что и как будет то есть вот которая придет на следующую зиму я вам тоже сближены покажу здесь мех и внутри тоже мех то есть это вот сделано конкретно как в б-52 в б-52 внутри дальше был такой тоже синтетический мех вот и здесь также поэтому внутри эта модель достаточно комфортная по тому как она амортизирует и для какой ноги я конечно вы знаете рассказываю всегда в конце видео когда их мерю вот так что не обессудьте маленько на другие темы чуть-чуть поговорил но просто некоторые уже вот эти вот типа знающие все мне вот это все начинает говорить меня что-то я не понимаю то есть зайдите почитайте не нравится что там сказал ну зайдите посмотрите видео посмотрели вы хотите купить что-то возьмете на вооружение не хотите купить можно просто не смотреть вот и все ладно теперь следующее сравним вот с этими вот эти все нам не надо вот с этими сравним это их с ультра мы про нее тоже видео прикреплю на это же на канале есть про нее видел достаточно много тоже любимая в принципе модель но здесь в чем почему хотел сравнить модели примерно похожи примерно только x ультра она идет на мембране клима шилт где она ну вот здесь написано клима шилт да но также идет с газ идет клима жилт кожа здесь также все шасси достаточно крутое то есть от x ультры классная но для многих подходит но здесь идет она с утеплителем 200 грамм и здесь с инсулейта и так далее вот 200 грамм утеплителя здесь идет но в чем прикол у них у них колодка примерно одинаковая то есть ширина колодки примерно одинаково но и по высоте они видите то есть по высоте вот здесь ложбинка побольше здесь ложбинка но чуть повыше а сбоку ну вот так вот смотрите сбоку видите почти одинаково здесь еще единственно что вот этот вот вот этот больше как-то вылазит но вот такие вот модель и вот так вот вот так вот выглядят то есть чем таким глобальным отличается температурный режим здесь минус 12 минус 12 и минус 25 минус 25 то есть я их вот и почему еще взял то есть у них температурный режим одинаковый хотя это идет с 200 грамм утепления плюс кожа вот здесь уже гортекс вот если вы хотите чтобы я дал совет какую лучше взять я вам даю совет лучше взять вот эти квест winter почему для девка у нога сильно приедет здесь нога будет как бы короче здесь стоит гортекс он лучше впитывает влагу вот лучше впитывает чем просто климашил климашил плюс кожа минимальная дышимость но если вы на улице минус 15 20 25 и целый день на улице тоже классно но это тоже классно но это все равно лучше впитывает влагу если вы даже находитесь хотя бы небольшие заходы в помещение минут на 10-15 в этих лучше будет все равно впитываемость чем с климашилдом но и разница у них в цене здесь 13 тысяч рублей здесь 14 тысяч рублей до примерно по колодке эти ничем не хуже ну в плане вот этой всей вот у этих колодка тоже классная все для зимы подходящая но по шипам видите посмотрели вот это чем почему вот так вот все сделано она больше предназначена для ледяных камней где-то лазить по там не горам таким возвышенностям но где-то лес где-то камни где-то обледенела и что-то здесь будет классно обледенелость или еще что-то здесь будет супер плюс здесь проставка тут больше идет проставка это пятка поддержка видите вот это вот все я уж говорил и здесь небольшая проставка да но больше поддержка именно пятки здесь поддержка на скручиваемость именно ступни всей ступни вот этой вот так что если мой выбор из этих двух ну там по дизайну не сильно придираемся по технологичности по более такому комфортному ношению я бы взял эти да ну вот что-то ну как-то так вот эти бы взял точно вот в них все сделано для на мой вкус лучше и на мой вкус как бы я на них смотрю мне нравится вот так что тут вы дальше сами решайте кто носил естественно в комменты напишите как в носке потому что эти ботинки особой популярностью как b52 не пользовались они конечно у многих были где-то что-то было но просто для того чтобы было вот эта модель если брать когда люди короче что-то покупали эту брали прям ну как брали ну лучше брать эту чуть меньше потому что ну как то так но хотя модель супер еще раз повторюсь мне очень нравится и фиксаторов здесь больше здесь переходного фиксатора нет здесь есть то есть здесь как в гвестах ой верни гвестах квестах которые идут 3d 4d тоже шасси вот здесь такая же фигня с переходом защелкой все классно потому что нужно более фиксация в них рекомендуется прям лазить по большему бездорожью чем в этих это просто трупы типа а здесь уже может быть и бездорожье и камни все такое ну короче вот так если это кому-то важный и интересно ладно сейчас приблизимся и я в деталях там стельку достану туда-сюда все рассмотрите погнали и так пригнали только что погнали уже пригнали но начнем вот с этого вот такая вот табличка причем двойная это о мембране гортекс потом остельки арта лайт ну и там все такие небольшие характеристики вот железный фиксатор как я говорил ведь и он фиксируется четко верхние тоже по моему защелки нормально фиксируют но не сильно но короче верхний послажив и вот о чем я говорил внутри мех то есть мех он идет до низа прям он весь и внутри весь весь ботинок весь вверх ботинка он закрывает этот мир стелька здесь тоже естественно непростая идет арта лайт такой нормальный достанем вот видите зеленая кто-то спрашивал чё сейчас стельки и красные зеленые это оригинально да оригинально сейчас есть и желтые красные зеленые вот так выглядит стелька вот без стельки я вам скажу что все прошито как всегда у соломона и внизу еще под стелькой какая-то тоже белая но как войлочная прокладка то есть поэтому они тоже теплые у них еще внутри как войлочная прокладка то есть не простая а какой войлочная прокладка все сделано круто даже здесь шов он идет его не видно вообще клея на них вот можете пристально посмотреть клея на них практически я не знаю не нашел то что у нас любители искать клей вот видите все четко здесь даже вверх весь четкий вообще да но посмотрел я все вот это кожа сто процентов вот это тоже кожа потом вот это задняя пришивка я посмотрел вот это вот это тоже вроде кожа и это даже кожа то есть но и написано что в них около 50 процентов верхокожаного да вот на б-52 было кожа на мужских она женских было кожа с напылением там было не сразу понятно кожа не кожа теперь про шасси ша про температурный режим вот вам вот он написано можете задержаться посмотреть шасси вот так выглядит вот видите вот эта проставка из фасма ну из какого-то материала не знаю что за материал здесь нету ничего но уплотнение есть конечно вот вот здесь подошва кстати она такая вязкая и по ней видно что здесь другая резина абсолютно нежели вот на x ультра здесь тоже мягкая все но другая вот не знаю вот от этой резина ощущения другие и мне еще здесь нравится что здесь достаточно объемная пятка что нога уставать я думаю не должна потому что пятка с хорошей будет амортизации я считаю скорее всего для тех у кого вес за 90 будет прям вообще гуд амортизация да ну вот так посмотрели везде все дело сделано шикарно ладно сейчас мы приблизимся и рассмотрим их на ноге и расскажу вернее не приблизимся начнем мерить так не сказал еще где можно купить купить можно я все сайты пересмотрел в принципе не знаю где вы там может быть что-то найдете единственный сайт где минус примерно 30 процентов это спорт марафон я уже который раз бесплатную рекламу делаю вы ничего не говорите то есть я может следующем видео тогда вообще не буду говорить наверное о том где эти ботинки купить еще одно запишу с тем что говорю где покупать что я река ну не то что я рекомендую просто нормальный магазин где можно взять и нормальная цена то есть какие-то размеры еще есть спорт марафоне кто где найдет можете писать под видео только ссылок не оставлять пишите просто название магазина ссылку кидать не надо я все равно все удалю вот цену можете написать можете написать где купить и так далее вот так что есть они спорт марафоне и так я залез сразу скажу по размеру где он там господи это размер девять с половиной ok 28 постельки вот 44 евро 10 у с но это мой конкретный размер то есть мой размер конкретно вот так вот завязывается не знаю будет видно нет вот я затянулся вот здесь вот проставки я раз все у меня уже переход вот прям сильно затяну у меня надо это сделано именно для того чтобы когда вы лазите чтобы у вас скручивание не было и все четко затянуто но мне такого не надо я чуть-чуть подтянусь а то я себе таким переходом ногу могу пережать вот я завязался кто говорит что развязывается завязывайтесь на двойной бантик то есть вот это вот еще раз прокручиваете сюда вот эти две петельки все прокрутили потом эту берете любую там дернули все у вас развязался но двойной бантик знаете никогда не развязывается даже вот на таких шнурках здесь шнурки классные но они долго не износятся все зашибись но они синтетика такая специальная телечка резина она развязываться будет сто процентов но здесь не буду сильно заматываться есть просто замотаясь так слегон сухи вот так вот тут уже даже есть примерно ну вот нормально не знаю как там будет видно так выглядит все вот смотрите вот так выглядит сейчас расскажу об ощущениях очень вязкие ботинки по подошве вот я говорю я ее не продавлю просто но вот смотрите как все сидит я затянулся офигенно нога четко вот здесь четко крепится вот это здесь чуть свободно на ногу шире среднего самый нормальный среднюю шире среднего ну на у кого узкая колодка но узкая узкая чё делать либо покупайте димакс и либо уже завязывайтесь потуже вот вот отсюда вот они зашиты ну язычок сшит вместе с ботинком отсюда не должны промокать то есть вот отсюда вы конкретно можете залазить прям и купаться но вот по колодке он сказал по размеру по размеру у кого 27 с половиной нога берите 28 и так далее то есть у кого 28 28 с половиной зимняя обувь не должна быть впритык если нога будет впритык вас нога и замерзнет быстрее и все остальное но я вот даже слегонца затянулся это я прям чувствую прижим пятки пятка вообще четко прижимается здесь чуть свободно но вот я знаю что у меня пятка даже вот при отрыве там не ходит все четко подошва даже для меня такая вот есть ботинки челтон из внизу на канале тоже есть про них называется челтен учил тем вообще подошва намного жестче в этих если сравнить просто их сейчас нет подошва намного мягче но конечно эту подошву не сравнить с подошвой димаксов от шелтеров там подошва более городская она сделана чтобы быть просто мягкой на пятки помягче здесь особенно для веса у которых за 90 будет прям что супер хоть 120 вес будет них будет все супер вы их не разносите они будут вот так и выглядеть как ходили вообще модель бомбичная все супер я сейчас еще водички на юг проведем так скажем тест потому что написано по скользким обледенелым и мокрым камням сейчас принесу воды налью и посмотрим так наливаем воды вот смотрите написано по скользким и мокрым камням ну да здесь да если я весом буду идти вот уже видите вот я на двойной узел не завязался вот уже начало развязываться это всегда боль то есть кто знает я всем рассказывал вяжитесь на два узла и у вас все будет хорошо и никогда ничего не развяжется вот сейчас замучу тут блин короче пофиг не хочу заморачиваться ну не скажу что прям четко но она прям цепляется если я когда вот так вот весом нажимая пытались сдвинуть я не могу сдвинуть если я с ноги вес ослабляю его так двигают туда есть какие-то и то не постоянно а если я с весом но она прям четко держит то есть так только x альпы их у x альпов тоже такая же была прям вязкости у модели которая outback и 500 и у них тоже вязкость хорошая была и вот это короче что круто вот такая вот фигня вот такие ботинки ладно всем пока пишите комментарии ставьте лайки и пока есть вот такие вот ботинки офигенный просто это adidas terex вот ну terex скажу что за модель когда буду обозревать я их хочу сравнить с этими ботинками и потому как они скользят так как я эти вы уже посмотрели что я в них поскользил до везде по поверхности и вот в этих поскажу когда эти буду обозревать тоже вместе эти эти и посмотрим потому что эти пишут что они типа вообще не скользят а так тоже бомбичная модель следующий будет обзор возможно сразу на нее выйдет так что кому это тоже интересно плюсуйте ладно всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки кто меня поддерживает всем большое спасибо что вы всегда пишите позитивные комментарии ладно всем пока рубрика хейт надо же их сейчас захейтить короче это по вашим комментариям вся обувь стала говно и соломон тоже короче это вообще как пишут ну не это вообще пишут как это вот как кусок говна вот то есть это вообще горит не обувь это все с ваших писанин что еще захейтить до какого хера они стоят 14 косарей тут а нет ни хера на 14 косарей они должны стоить пятерку блять 14 косарей они должны стоить пятерку и какого хера они сделали тут подошву эту светлую нет чтобы сделать все черное нет делают какой-то косяки короче у соломона нихера ничего не носится косяк на косяке короче полный трэш короче за эти ботинки надо платить как когда уходите он там в каре вот тоже самое что там там ботинки за 3000 а эти зачету платить 14 косарей да ну нафиг вот за пятерку я бы взял а за 14 косарей да со светлой подошвой я бы точно ну не взял бы это вообще какой-то хрень еще и шнурки надо завязывать за 14 тысяч здесь шнурки должны быть вообще за 14 косарей сами затягиваться на затяжке а лучше вообще нажал кнопку они затянулись и все вот что тут еще и здесь сами эти выезжать ролики какие чтоб они еще и катались летом до мембрана не как в сиденьях mercedes тут должна быть тут должна быть мембрана такая что нажал кнопочку фух и пар испарился зашел в магазин где плюс 30 или 25 до зашел и в них всплел а должно быть так как за 14 тысяч ботинки должно быть как должно быть зашел в магазин они же 14 тысяч зажел и не всплел через полчаса ну и хрен что и не утепленный а потом на улицу вышел и не замерз да и еще можно чтобы раз в лес а облез а летом а чё летом делать ну вот летом чё делать я же купил то я же не отдал 3000 я же купил ты их за 14 или там со скидкой за 10 я их всего-то носил весну осень зиму а летом чё а летом то чё вот здесь должно отстегиваться утеплитель убираться и летом я бы в них походил и все нормально вот тогда бы это были натаращие настоящие ботинки за 14 косарей а то чё на придумывали отдай 14 рублей и нихера толку нет какое-то говно блин постоянно соломон придумывает а так-то раз и все и на весь сезон и в магазине не спреешь и летом не спреешь и зимой не замерзишь вот такие ботинки надо они этот как пишут кусок говна ладно была страничка хейта с вами а так супер ботинки пальцы вверх кто поддерживает и пишем зашибись зашло пока